Дорогие садоводы, мы сегодня в гостях у Владимира Александровича Шереметьева. И он рассказывает нам о своей черешне, как ее нужно выращивать, как формировать. Мы уже сделали три видеоролика. Посмотрите, если кому интересно, там очень полезная информация. И о сортах, и о способах формировки. А сейчас мы поговорим о том, как получать вот такой обильный урожай. Посмотрите, я напомню, мы находимся в Нижегородской области, в средней полосе России, где черешню мало выращивают, считают, что она южная, и у нас будет плохо повыносить. Вот посмотрите, какой хороший урожай. Владимир Александрович, что нужно в наших условиях черешни, чтобы она так хорошо показывала себя? По внесению удобрений я затрудняюсь что-то рекомендовать вам, потому что все зависит от почвы, используемой на вашем участке. У кого одна почва, другая, другая, понимаете. Одно могу сказать, необходимо раз в год или два раза в год вносить доломитку, потому что косточки образуются из кальция. В кальции доломитки. Доломитку, лучше доломитку, потому что там еще больше питательных веществ. Примерно полкило на метр квадратный. Хотя никто и не пишет об этом, и как-то умалчивает, какое содержание в почве, никто не знает, но идет большое употребление кальция. Если кальция не хватает, начинается камень течения. Вот у меня несколько деревьев есть, где были, допустим, раны, камень течения. Я, как я в литературе прочитал, знаешь, нашел там в интернете, там хлористый, в аптеке продается хлористый кальций, такие ампулы, там ампулы 10 миллилитров. Вот я одну ампулу разводится, вот камень течения было, одну ампулу разводил в ведре воды, и порядка двух-трех ампул под небольшое дерево вылил, камень течения прекратилось. Хотя там вроде говорят болезнь, даже недостаток кальция приводит, не происходит одревеснения древесины, и вот это камень течения кальция удаляется. Правда, это может быть еще и от болезней. Ну а то, что касается, вот вы говорили, поменьше таких удобрений, как... Минимум азота, надо следить, чтобы прирост у вас не превышал, хотя и 50 сантиметров. Если 50 сантиметров, то достаточно ничего наносить не надо. Я не могу рекомендовать что-то и кому-то, потому что вот у меня, я знаю, проводил анализ почвы, у меня переизбыток калия и фосфора. У вас на участке, да? На участке, у меня на участке, туда-дальше на картошке. Не знаю, то ли тут наносили здорово много, не могу чего сказать. Даже раньше были вот тут вот в 20 метрах, вот где вот мы ходили, вот в участок, сады раньше были колхозные. Раньше сажали вишню, вот она когда в 78-м году замерзла, в 79-й, вот все сады сгребли, прям бульдозером замерзшие сгребли, и там перед лесом есть горы. Вот брал анализ почвы оттуда, и там тоже богатый фосфором и калием. Вот. Если у вас прирост маленький, то необходимо внесение азота. Ну, наверное, все равно в первую половину лета обязательно, да? Чтобы иначе вот она запоздает со своим ростом и не успеет вызреть, да? Да не в первую половину весной надо вынести. Ну, я имею в виду, в июле уже вообще ничего не надо азотного вносить. Еще, что могу рекомендовать для возревания, есть такой препарат, продается удобрение, монофосфат калия, вот слышали, наверное, есть упаковка полкило, вроде килограмм есть, и маленькие пакетики, 25 грамм. Вот это разводите на два ведра, это пакетик, вот, и опрыскиваете, начинаете опрыскивать, можно начать опрыскивать примерно с 1 августа. Неделю опрыснули, через две недели прошло, еще опрыснули. Раза три, четыре. Этого пакетика хватит на большое количество. Каншин там рекомендует обычный суперфосфат и сернистый этот калий. Они трудно, одно суперфосфат плохо растворимый. А это растворимый удобрение специально для них, монофосфат калия. То есть по листьям, начиная с начала августа, вы опрыскиваете, вот, для возревания древесины. Так, еще раз. И как получается, хорошо, если четыре раза, но бывает, опрыснешь в дождь или в дождь, в дождь не будешь опрыскивать, в субботу, в сентябре приезжаете, сами получаете. Ну, чем больше, тем лучше. Я не думаю, что тут переборщить. Можно идти опрыснуть, а завтра же и смоют. Еще, что рекомендуют в этот дел, промышленные сады, это перед опадением листьев, когда начинает желтеть листья, мочевины опрыскивают. Там разные рекомендации, до трех-пяти процентов. То есть именно перед опадением листьев, то есть это уже в конце сезона? В конце сезона, до осени. Опрыскивание мочевины закладывают они, вот, какие. Даже у нас в Краснодарском крае они собрали урожай и три раза, наверное, недели через две, вот так, или через десять дней, опрыскивать вот эту мочевину, чтобы больше заложило плодовых почек. Ну, вот все. Я думаю, просто опрыскивание мочевины не дает сильного прирост, а витальные вещества остаются все в этом влезти. На закладку только почек. Ну, вот дорогие седоводы. А используются на других удобрениях. В общем, надо исходить из состояния почвы на своем участке. Может, у кого песок, у кого чего. Каждому что-то свое надо. Рекомендовать как-то что-то, что-то. Ну, вот все-таки азотные удобрения рекомендуют поменьше использовать. Я от многих это слышала. Иначе черешня очень бурно растет и не успевает вызревать. Посмотрите еще раз, полюбуйтесь на урожай. И примите рекомендации Владимира Александровича к сведению. Следите за приростом, чтобы прирост не превышал полметра, ну, 60 сантиметров. И у вас будет такая же черешня.